Коровы мирно отдыхают, наслаждаясь осенним теплом. При более внимательном наблюдении можно заметить, что они держатся небольшими группами. Понятие дружбы знакомо всем домашним животным, а тем более таким, как коровы. Не зря издавна к буренкам было уважительное отношение. И хотя жизнь в стадии отличается от жизни у одного хозяина, коровы очень внимательно относятся к людям. Чутко реагируют на запах парфюма, выбирают своего любимого человека, которого узнают издалека. Если честно, привязываешься ко всем. Особенно если ты от подбора папы и его рождения привязываешься. Да нет, любимчиков не должно быть, ну и не бывает. Ты любишь всех. Коровы в хозяйстве все породистые, галштинов риски. А иначе и хорошего молока не получишь. Закупочные цены на него низкие. Это одна из общих проблем в животноводстве. Горючее для техники дорогое, затрат много, а доходность небольшая. Но тех, кто любит сельское хозяйство, это не останавливает. Поэтому внедряют постепенно новые технологии, заботятся с любовью о рогатых питомцах. С 14 лет я в сельском хозяйстве, начиная с отцовского фермерского хозяйства. После Тимирязевки я пришла сюда. Вот сколько, лет 12 я работаю. Да, родители нас хотели отдать, у меня сестра еще есть, хотели отдать и на юридический, и на экономический. Нет, мы с сестрой уперлись, пойдем в Тимирязевку, именно зоотехника. Мы работаем и с душой, и это нам нравится. Тут немножко пришлось без работы посидеть, и я даже не представляла себя где-то в другой сфере. А Галина Степановна Богачева в сельском хозяйстве почти 40 лет. Такое ощущение, что она знает, что называется в лицо всех коров и телят на ферме. Я как бы с малых лет любила очень животных. Я, когда маленькая, помню, была, я даже дома тогда, раньше же обычно коровы телилась в январе, в феврале, занялись домой, у печки. Я почти с телятами спала. Мне вообще животные как бы вообще очень нравятся. А потом закончила как бы по распределению, раньше было в Советском Союзе, меня направили в Сергиево-Пасадский район, Сергиево-Пасадский район меня направил в совхоз Краснозаводский, и я пришла на работу 1 апреля 1979 года. Вот 1 апреля 2019 года будет 40 лет, как я работаю в сельском хозяйстве. Животных очень люблю, потому что не каждый будет в животноводстве работать. Это как бы работа для души. В советское время работа на ферме считалась тяжелой, но хорошо оплачиваемой. Это тоже было из бюджета государства. Зарплата у доярок была стабильная. Я вот почему всегда вспоминаю и привожу пример. Кто пошел работать в животноводство, они получали 100%. Остальные подразделения от животноводства получали 70%. У доярок зарплата, вот в то время я даже вспоминаю, от 130 до 140 рублей и декадно еще платили. Примечательно, что зарплата доярки зависела и от надоев, а надои от настроения доярки и ее буренок. Если ты подошел к животному с настроением, относишься к животному, вот пришел с настроением, работаешь с настроением, они, коровы, очень все, ну вот животное все чувствует, не то что коровы, любое животное чувствует отношение человека к себе. И, соответственно, отдача уже будет под настроение. Работая так близко к природе, многие становятся немного философами. Отсюда и пожелания к празднику. Здоровья в первую очередь пожелала и, наверное, любви. Если будет любовь у человека присутствовать, да, в душе, то, значит, и будет здоровье, будет настроение, будет позитив. С наступающим праздником! Всем, наверное, всего самого наилучшего! Чтобы все хозяйства другие получали хорошие результаты, и в том числе мы тоже!